Я уже упоминал писателя-романиста Кингсли Эмиса. Его сын Мартин Эмис, тоже известный писатель-романист, выразил очень важную мысль. Секуляризм не содержит никаких предписаний к действию. Грубо говоря, когда исламисты врезаются в здания на пассажирских самолетах или отрубают головы заложникам, они кричат «Аллах Акбар! Бог Велик!». А что кричат секуляристы, когда совершают подобные дела? Критик книги Мартина Эмиса прокомментировал это так. Этот вопрос подразумевался как риторический, но на него есть простой ответ. Они, секуляристы, кричат «Хайл Гитлер!». Какое возмутительное высказывание. Вне зависимости от того, был ли Гитлер римским католиком, факты разнятся по этому поводу, сам он утверждал, что был. Никто не будет отрицать, что среди солдатов Гитлера было столько же христиан, сколько было и среди остальных европейцев в то время. То есть, в большинстве словом, они были христианами, в основном римскими католиками и лютеранами. Но даже если Гитлер и был атеистом, что из этого? Гитлер также был и вегетарианцем. Подразумевает ли это, что вегетарианцы особенно склонны становиться кровожадными расистскими фанатиками? Смысл в том, что существует логическая связь, ведущая от религии к совершению зверств. Если вы верите, что ваша религия единственная верная, вы верите, что ваш бог единственный бог, и вы верите, что ваш бог передал вам задание через священника или через священную книгу убить кого-нибудь, взорвать кого-нибудь, или врезаться на самолете в небоскреб, то совершенно логично считать, что вы делаете праведное дело, вы хороший человек, и следуете вашей религиозной морали. Но не существует такой логичной связи, ведущей от атеизма или секуляризма к подобным актам жестокости. Ее просто нет. Сейчас часто говорится о том, что человечеству нужна религия, даже если она не верна. Людям нужен комфорт, который она дает. Мне кажется, что это просто забота о ней, или даже снисхождение к ней. Но люди так говорят. Часто атеисты так говорят. Конечно, вы и я слишком умны, чтобы нуждаться в религии. Но что насчет тех бедных людей, которым нужны поддержка и утешение, которое дает религия? Человечество нуждается в утешении. Это действительно так. Но разве нет чего-то детского, инфантильного, в вере, что у Вселенной есть для нас утешение? В смысле, в вере, что если нечто дает нам утешение, то это значит, что это нечто является истиной. Айзек Азимов заметил, что инфантилизм псевдонаук так же пригоден для успокоения, как и религия. Он сказал, «Посмотрите внимательно на каждую частичку псевдонауки, и вы найдете одеяло, чтобы укрыться, палец, чтобы пососать, юбку, чтобы подержаться». И удивительно, как много людей не понимает, что если Икс успокаивает, это не значит, что Икс верен. Аналогичное заявление делается и о необходимости смысла жизни. Процитирую одного канадского критика, «Атеисты могут быть правы насчет Бога. Кто знает, есть он или нет, совершенно ясно одно, что человеческой душе необходима вера в то, что у жизни есть смысл, который превосходит границы материального мира. Казалось бы, что мистеру эмпирическая рациональность Докинсу должно быть известен этот неизменный аспект человеческой природы. Неужели Докинс действительно считает, что мир был бы более гуманным местом, если бы мы искали истину и душевный комфорт в книге «Бог как иллюзия» вместо Библии? Вообще говоря, да. Так как вы сказали гуманным, то да, я действительно так считаю, но повторюсь, что утешающее содержимое веры никоим образом не увеличивает ее истинность. Я не могу отрицать необходимость душевного комфорта, и я не могу утверждать, что мировоззрение, описанное в моей книге, может дать нечто большее, чем средний комфорт. Если вы, например, боитесь смерти, вы, конечно, можете думать, что священник, который сказал бы вам, что вы не умрете на самом деле, было бы более успокаивающим, чем ученый, который бы сказал вам, очень маловероятно, что наша индивидуальность может пережить смерть мозга. Но я слышал... Я слышал, что опытные медсердцы, которые всю свою жизнь проработали в домах пожилых людей, говорят, что те, кто больше всего боятся смерти, являются римскими католиками, испытывающими чувство вины, воспитанное в них сколыбели, и страх перед чистилищем и адом. Что же касается вечного небытия, разве этого можно бояться? Как сказал Марк Твэн, я не боюсь смерти. Я был мертв миллиарды миллиардов лет до того, как я родился, и я не испытывал ни малейшего неудобства. В любом случае, я никогда не встречал людей на похоронах, которые не разделяли бы мою точку зрения. Что нерелигиозные части церемонии, такие как хвалебные речи, любимые стихи покойного, или музыка, все эти нерелигиозные части всегда оказывают большее воздействие, чем молитва. Я хочу закончить чтением начальных строк моей предыдущей книги «Расплетая радугу». Это слова, которые я долго берег для своих собственных похорон. Мы умрем, и это делает нас счастливчиками. Большинство людей никогда не умрут, потому что они никогда не родятся. Число потенциальных людей, которые могли бы быть здесь, на моем месте, но на самом деле никогда не увидят дневного света, намного больше, чем число песчинок в Сахаре. Разумеется, что в рядах неродившихся призраков находятся поэты, более великие, чем Китс, ученые, более великие, чем Ньютон. Мы знаем это, потому что множество людей, допустимые нашими ДНК, несравнимо больше, чем множество настоящих людей. И из пасти этих мизерных шансов на рождение вырвались совершенно заурядные вы и я. Мы привилегированная кучка людей, которые, вопреки всем шансам, выиграли в лотерею рождения. Как мы смеем жаловаться на наше неминуемое возвращение в то состояние, из которого подавляющее большинство никогда не рождалось. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ